Так, всем доброе утро. Всем доброе утро. И начинаем урок восьмой. Восьмой сейчас у нас будет урок про... Не восьмой, пятьдесят первый урок по восьмой главе. Восьмая глава, восьмой отрывок и пятьдесят первый урок. Интересно, прям все так, цифры совпадают. Послезавтра же день дарования Торы. День дарования Торы это как сорок девятый, пятидесятый день. От выхода из Едипта была дарована Тора. Пятидесятый день. Пятьдесят, то есть было... Это очень все по цифрам совпадает. У нас сегодня пятьдесят первый урок. И семь, значит, у нас сейчас восьмая глава. А восьмой это переход на следующий уровень. Как вот на новую октаву. И семь это число материального мира, а восемь это ты уже переходишь бах, на другой уровень. И пятидесятый день как бы дарования Торы это переход был на новый уровень развития, вообще мироздания. То есть мир перешел на новый уровень. Интересно, что были евреи, когда были в Египте, они были на сорок девятой ступени. Всем здравствуйте, всем шалом, всем доброе утро. Евреи были на сорок девятой ступени духовной нечистоты. То есть они были полностью погружены в материальность. Вообще-таки ничего не видели. Света, ну известно, света белого не видели из-за работы. Работали, работали, и вот они были погружены, как сейчас люди, да. Прямо целыми днями все вообще, головы нету, времени поднять. Серьезно, ты чем-то занят. И, значит, евреи, евреи, они погрязли в материальности. Митсраем это было место самой такой материальности в ее самом такого жестком проявлении, да. И вот, евреи вышли. И вот они идут, значит, идут они, а что они с собой взяли? Вот тут тоже непонятно мне. Они с собой взяли хлеб, ну, маца, да, то есть вода с мукой. Такие, оп, спекли лепешки, все. И взяли они с собой золото, много золота. То есть они тащили из Едипта много золота. Теперь, и каждый день они поднимались на все более высокую ступень духовной чистоты. Тоже мне непонятно, потому что было 49 дней от выхода из Едипта до дарования Торы, до прихода горе Синаи. Но было же еще на седьмой день они переходили море. И написано, что когда они переходили море, то последняя служанка была на уровне пророчества, как Ехестеля, пророк Ехестеля, который видел Маосе Меркова, он видел полностью, как Бог управляет миром, ангелы, то есть у него спали вот эти вот все все покровы, да, что такое пророк? Пророк. Пророк это человек, который отключается от обычного восприятия мира, и он просто у него вот обычные органы чувств, пять органов чувств, которые у человека есть, они отключаются от мозга, и что с ним происходит дальше, когда они отключились, дальше он начинает воспринимать духовную реальность. То есть он своим вниманием, я как-то в одной из книг читал, что вот человек, у него внимание, то, что строит мир, то, что как бы собирает весь мир, да, внимание это, это такой, как луч, который собирает мир, в котором человек живет. И вот обычно у человека, у него идут все сигналы с разных сторон, и он эти сигналы вниманием собирает, то есть если он внимание отвлекает, у него все распадается, картина мира. Если он засыпает, у него вообще никакой нет картины мира. То есть внимание это то, что собирает точка сборки, то, что собирает картину мира, так у пророка он как бы схлопывал вот эту картину мира, он внимание схлопывал заходил вовнутрь то, что происходит в медитации, то есть когда человек закрывает глаза, он вниманием оказывается во внутреннем мире он видит там во внутреннем мире какие-то картинки те, кто управляют своим вниманием они могут зайти во внутренний мир не засыпая, и рассматривая там картинки, где-то там ходить своим вниманием а пророк, он может сквозь внутренний мир вот этот вот воспоминание то есть у человека все равно внутренний мир он заполнен воспоминаниями он заходит про как бы проходит сквозь весь внутренний мир всех воспоминаний пророк и выходит в духовный мир и и и дальше это называется пророчество в этот момент у него прям вся его энергия из этого мира забиралась пророки не могли шевелиться когда они получали пророчества они просто цепенели вот так вот у них вся энергия уходила но они из духовного мира они воспринимали и передавали потом в мир материальный передавали те те сигналы которые они там получали грубо говоря так вот когда народ израиля проходил через море море раступилась то они все были на ступени пророчества то есть их всех как бы накрыла то есть вот это вот духовной реальностью они видели ангелов они видели бога то есть они просто увидели как все работает но потом их отпустила но грубо говоря сейчас тоже есть люди которые отправляются вот эти вот галлюциноденные путешествия под грибами там под всякими лсд и так далее то есть они тоже выходят то есть это реально как бы такие путешествия это так и называется они сквозь свой свой свое подсознание они выходят в эти же миры интересно что многие исходят с ума потому что они там такое видят в талмуде написано что если вы человек мог видеть духовные миры он бы от ужаса бы умер и прям в талмуде приводится история как один из мудрецов он там сделал специальные действия и вышел в ну то есть у него открылись глаза он начал видеть духовный мир и он увидел всех этих ангелов всех этих демонов которые ну вот эти все их же тут полным полно и он сошел с ума и потом мудрецы за него молились и он вернулся выздоровел а те люди которые под грибами у меня есть пару знакомых которые не вернулись то есть они как ушли их так шарахнуло что они просто вернуться не могут а один у меня есть такой близкий друг он тоже ушел в эти все путешествия галлюцино-денные и тоже его там так испугало что потом полгода ходил вот такого трясся и потом только через полгода отпустила то что он увидел да очень страшно теперь значит сорок девять дней они они а так у меня даже был вопрос еще же и у меня появился самого же ответ у меня был вопрос какой написано что они сорок девять дней они поднимались из ступеньки на ступеньку на духовном уровне и выходили из сорока девяти ступени духовной нечистоты и к дарованию тора они пришли к сорок девятой ступени духовной чистоты с ним в день на две ступеньки поднимались теперь значит и у меня был вопрос что если они на седьмой день были на на ступени пророчества на которой был пророки их эстель это самый крутой пророк который увидел самый там высокий как бог управляет миром он видел нет правильно ну а как же они тогда если они уже на седьмой день были на этой ступени а одесса о то есть их пока пока был момент когда они проходили через море им открыла а потом их отпустила они это видели но они типа их попустил они такие и они опять были на духовной нечистоте а потом они каждый день работали над собой работали ман там тоже очищающая пища как говорят что человек который кушает некошерную еду вот не особенно некошерное мясо некошерное мясо это страшная вещь которая закрывает полностью закрывает человека от тора потому что в мясе в этом в нем есть как энергетический код вот этот вот животная душа этого животного а эти животные которые ну вот эти курицы которые растут в этих как они называются но более они из клеток не выходят эти коровы бедные которых выращивают под убой да то есть это все животные которые ну просто вообще они света белого не видят когда человек съедает вот это вот ну животное до кусок со всеми его болезнями антибиотиками там и так далее то есть это животное это как труп такой да он он при жизни был трупом и чек когда каждый день съедает эту некошерную еду он очень замутняет себе мышление духовное лучше я знал там большие каббалисты они даже кошерное мясо ели там очень редко или вообще не или был такой рабыц как кадури который умер в 107 лет он велите был каббалист он только перейдем типором один раз году он пил куриный бульон и все то есть он он делал мясо да значит но при этом иудаизму не разрешает потому что мясо которое кошерным способом приготовлено то это животные здоровые проверенные слита вся с них кровь тут же то есть это чистый там белок без всякой энергетической добавки негативная хорошо значит вот они поднялись за счет того что они ели ман за счет того что они сорок девять дней там шли в шли вот в этих духовных своих понятиях они поднялись к дарованию торы вот мы будем праздновать послезавтра то есть заканчивается шаббат и начинается вот этот день 6 сивана день дарования торы в этот день нужно ну там есть специальная как бы все еврейские праздники они как раз происходят в те дни когда это было в то время песок когда выходили из египта шавод когда дарование торы до во все праздники создается реальность такая в которой ты в которой ты значит мы входим мир входит в момент влияния которое было тогда с неба если ты делаешь что что нужно делать в празднике а праздники нужно прежде всего от от закрыться от будничной своей привычной деятельности то есть ты отстёдиваешься написано это день посвященный богу то есть ты отстегнулся от всего бах это как зашел в кинотеатр выключил выключил свет вначале да когда заходишь в кинотеатр потом когда ты выключил свет начинается фильм и вот этот вот фильм ритуал да который есть праздника он ритуально его часть это как раз тот фильм который когда он на тебя идет и ты готов внутренне его принять он дает тебе возможность это как тренинг который можно провести только в этот день то есть вот дарование торы тору можно получить называется праздник матан тора дарование тора да то есть бог дарует тору то есть в этот день идет с него с неба влияния как бы спускается тора этот день приспособлены именно для этого и ты должен сделать свою работу которая тебя откроют для того чтобы ты принял это да потому что если идет например в этот день премьера фильма, а ты телевизор не включил. И у тебя, то есть сигнал идет, а ты не видишь. Тебе надо его включить. Значит, и вот, значит, матан-тура, это прежде всего быть готовым принять Тору, быть готовым принять Тору. Это как бы было мое предисловие к празднику Шавот. Что делать? Значит, с первого раза тяжело это все понять, да, тяжело понять, но даже и со второго тяжело понять, и с третьего тоже. Потом, когда ты уже 10 лет это делаешь, еще тяжелее понять. То есть, как бы здесь очень важно, опять же, чтобы произошло реальное соединение и реальное постижение божественной какой-то реальности, должны совпасть несколько факторов. Должно совпасть, в первую очередь, желание снизу, это называется. Когда сам человек, он бах, он готов, он хочет, он... Написано, что если будешь искать Тору, как люди ищут серебро и золото, тогда ты поймешь Ират Ашем, Веда Телаким Тимца. Тогда ты поймешь трепет перед Богом и познание Бога, то ты найдешь его, да. Бог тебе сам это даст. То есть, должно быть первое снизу, должно быть горячее конкретное желание. Как люди ищут деньги. Я вчера был на программе, интервью мне брали, Биг Маны называется, Большие Деньги, Черняк, Евгений Черняк. И вот у него прямо передача Биг Маны, Большие Деньги. То есть, люди ищут деньги, столько людей, все гоняются за деньгами. Причем, когда у тебя уже маны есть, у него есть деньги, у него есть там миллионов 300 долларов, да. И зачем тебе еще больше? То есть, но человек тратит всю свою силу, энергию, время на то, чтобы искать деньги. Так вот, если бы человек с такой же силой, с таким же самоотречением, да, он бы искал близости к Богу, то, естественно, он бы ее нашел. То есть, нереально не найти. Весь вопрос, что ты ищешь в этом мире. Так вот, значит, снизу ты должен включить сильное желание, потом ты должен выполнить ритуальную часть. То есть, есть специальная ритуальная часть, как так оно работает. И сверху тогда Матан Тура идет дарование Туры. То есть, Тура, она дается в подарок. Хорошо, давайте возвращаемся к восьмой главе, восьмой отрывок сегодня у нас. И написано так. Значит, по справедливости, цедок это справедливость, все слова моего рта, говорится это, слово мэра, царь Соломон говорит от Бога, и эн, бээм, нефталь вейткеш. Нету в них никакого петляния и искривления. Значит, здесь речь идет о письменной Торе, объясняет Малдим. Имрея это письменная Тора. Значит, есть Тора письменная, есть Тора устная. Что такое письменная Тора? Значит, Мушарабейну, Моисей, когда он получил Тору от Бога, вот это знание, он его просто получил. То есть он был пророк над всеми пророками. В чем был его пророк над всеми пророками? Если пророкам приходилось отключать свое мышление, то у него оно было выключено полностью, снесено, просто у него была снесена его эго, его личность. Ему не надо было производить никакой особой работы для того, чтобы войти с Богом в контакт. Он был все время с Богом в контакте. То есть у него не было никакой перегородки между ним и Богом. То есть Бог через него постоянно говорил, ему не надо было впадать в оцепенение, ему не надо было делать никакое. То есть Бог сквозь него говорил, у него эго не было. То, что у человека его, как сказать, закрывает от Бога, у Машарабену этого не было. Это была его разница между всеми пророками. И когда он получил от Бога Тору, полностью он получил Тору, он был как передатчик. То есть его функция была, вот он как раз был из тех надидов, которые должны были передать Тору еврейскому народу. И он, когда спустился первый раз с горы Синай, он спустился со скрижалями, которые ему дал Бог, так написано. То есть Бог дал и скрижали, это были сапфиры такие, сапфировые скрижали. И Бог на них написал 10 заповедей. В 10 заповедях запрограммирована вся Тора. То есть это как бы отпечаток всей Торы из 10 заповедей. Все знают 10 заповедей, скрижали. Значит, и он спустился с горы, когда он 40 дней был на горе. А в это время евреи, которые стояли и ждали Тору, они сделали себе золотого тельца. Не, не сделали. Там была целая история, что вместе с евреями вышли мади, все мади-волшебники, вышли египетские. Они были мади-волшебники, то есть они знали, как управлять мирозданием снизу, но когда они увидели, что есть Бог, который все это сотворил, и он открылся, они поняли, что понятно, что надо ему служить. И когда они вышли вместе с евреями туда, они были такая активная движущая сила. Это называлось Эр-Ивраф, то есть Мошер-Рабейну он взял их с собой тоже. Ну, то есть, а что, люди верующие, они говорят, все, мы поняли, мы верим, мы вместе выходим. Потом, когда Мошер-Рабейну вышел, он был на горе, они говорят, что нужен символ, нужен какой-то символ. И как раз, ну, там началась целая история, в общем, Арон, брат Мошер, он хотел тянуть время, пока не придет Мошер-Рабейну. И, в общем, появился этот золотой телец. Золотой телец, это был символ Бога, то есть они говорят, нам нужен какой-то символ. Мы не можем понять Бога, который непостижим, неописуем, бесконечен, непостижим. Что это за такой Бог, который был, есть и будет? А какой он? А что значит Бог, который энсов, нет конца у него? А что такое Бог, которого нельзя представить и нет никакого вообще даже изображения? Мы не можем понять. То есть, это как понять то, что невозможно понять? И они просили, да, они просили какого-то символа, который был бы представителем, как бы, этого Бога, да? Понятный. И как раз появился вот этот телец. Телец, это был символ этого мира. Бык-телец, это был символ этого мира. Как сейчас стоит золотой телец, он сейчас не золотой, а медный на Олл-стрите. То есть, Олл-стрит, там стоит бык такой на Олл-стрите. Это как раз вот этот золотой телец, которому поклоняется весь мир, деньги. Машер Абену спустился с этими скрижалями, и он видит, что они не готовы. Они реально не готовы. И он разбил скрижали. И вторые скрижали, я сейчас дальше пропускаю, пропускаю. Когда Бог сказал ему, возьми из камня, сделай скрижали, приди, я тебе на них напишу заповеди. И уже вторые скрижали он сделал. Это метафора. Что если вначале Бог говорит, все, я вас вывел, вот вы уже готовы. То есть, они тогда были готовы принять Тор, они были на высочайшей ступени духовной. И Бог на них хотел дать вот этого Тору. Второй раз, когда он говорит Бог, нет, говорит, так не работает. То есть, если человек не заработал вот этот свой духовный уровень, сам не заработал, то на него Тору, на него вот это божественное знание не ложится. Поэтому он говорит, скрижали, это подготовить должен сам человек. Он должен себя подготовить к Торе своей работой. То есть, он должен стать человеком в плане в духовном, в плане управления собой, в плане качеств человеческих, доброта там и так далее. И потом на это хорошо ложится Тора. То есть, потом Бог на этом пишет 10 заповедей. В общем, Бетседек коль имрейпи. Дальше Мошер Абейн, он спустился со вторыми скрижалями, где были написаны 10 заповедей. И он записал письменную Тору. Письменная Тора, это пятикнижие Моисеева, то, что называется, пять книг. В начале имена Ваикра, и возвал, как раз у нас называется Ваикра, это как третья книга Торы, и возвал Бамидбар, сейчас считают в пустыне. И пятая книга называется Дворим, это пятикнижие. Это то, что называют в христианской Библии Ветхий Завет. То есть, это как они называют, это Ветхий Завет, а даже не так. Значит, это называется и в христианской Библии, и в Торе, это называется пятикнижие Моисеева. То есть, пять книг, которые Мошер Абейн записал, записал, когда спустился с горы. Есть 10 заповедей, которые были на скрижалях. Есть письменная Тора, которую он записал. И есть устная Тора, все знания о том, как все работает. Там есть кабала, как работают верхние миры, все духовные миры. Там есть мусар, психология Тора, как менять себя. Там есть, что еще есть в Торе такое, то, что не вошло в письменную Тору. Там есть разъяснение, как эта письменная Тора полностью работает. То есть, это все знания. А письменная Тора, это отражение этого знания, как закодированное вот в том, что он написал. Это письменная Тора. А 10 заповедей, вот эти вот на скрижалях, это еще больше закодированы. То есть, в 10 заповедях есть вся письменная Тора, а в письменной Торе закодирована вся устная Тора. Но если взять соотношение, вот 10 заповедей скрижали, это возьмем 1%. Письменная Тора, пятикнижие, это 100%. А устная Тора по отношению к этому, это как айсберг. То есть, еще в 10 раз больше, 1000% это то, что он записал и то, что он устно передавал. Это устная Тора. Так, в восьмом отрывке говорится, БЦД колем рейпи. И, по справедливости, все слова моего рта, НБМ, нефтальва и кэш. Нету там никакого петляния и искривления. То есть, письменная Тора, я знаю, у многих людей были у евреев, были те, которые учили устную Тору. Они назывались, раввинистически его называют, ну, на русском языке, иудаизм. Называют его Прушим. Прушим это те, которые, комментаторы, да, которые перушим, которые объясняют, да. Фарисеи их называли. Фарисеи это, ну, это греческое произношение слова Прушим, которые все объясняли, понимали, такие понимающие. А были караимы. Караимы, которые просто читающие. Кра, они читали письменную Тору. И они говорят, вот все, что написано, мы читаем. А то, что объяснение, мы не знаем. Все. И было вот с самого начала, они вначале назывались Сдуким. Бецедек, вот сейчас понятно, Бецедек, Олим Райпид, Сдуким, они назывались по имени Цадека, но может быть с этим связано. То есть, были всегда, на всех поколениях были евреи и неевреи, которые признавали только письменную часть. Они говорили, мы объяснение признавать не хотим. Мы признаем только то, что написано. Потому что то, что написано, написано, все, оно не меняется. Тут все могут понять. Свиток Торы, где бы он ни был, в Африке, в Австралии, в любом месте. Вот эта вот письменная Тора, свиток Торы, который еще когда-то Маше Робейну записал, это был свиток. Он везде одинаковый. Если там хоть одна буква, хоть одна точка, она там где-то подстертость, где-то отличается, все, его сразу нельзя пользоваться, его закрывают и хоронят. Все. То есть, они все абсолютно идентичные. Уже 3300 лет письменная Тора. К этому нет вопросов. Она одинаковая. Все четенько, понятно. И это не мог человек выдумать, потому что там цифровые коды разные. Все настолько, ну настолько видно, что это божественное произведение. С этим вопросом ни у кого нету. А вот устная Тора, вот эти тысяча процентов, это тайсберг. Каждый, кто хочет отрицать письменную Тору, он начинает отрицать с устной Торы. Он говорит, секундочку, а кто сказал, что эти объяснения правильные? А что ты хочешь сказать, что они неправильные? Ну, потому что мне не хочется соблюдать их. Вот главная причина, почему отрицают устную Тору. Значит, в восьмом отрывке царь Соломон нам сообщает, что все слова письменной Торы признаются всеми. А вот теперь дальше девятых. Девятый отрывок, он еще больше дает разъяснение. Ку-лям-нехо-хим. Значит, лям-ми-вин. Что они все, все они очень прямые и понятные. Такие прямо, да? Для кого? Для понимающего. То есть для того, чтобы это понять, нужно иметь изначальный набор знаний. Потому что, когда человек читает перевод на русский язык, то это перевод с перевода. Есть перевод был, вот, например, человек, как сталкивается, большинство людей сталкивается с Торой. Через Библию. Потому что Библия, там, 2 миллиарда христиан. И они напечатали в любую гостиницу. Ты приезжаешь, лежит Библия. Американский президент клянется на Библии. Там, ну, Библия везде. И большинство сталкивались с Торой именно через Библию. Но Библия, это перевод письменной Торы с перевода. Потому что был еще первый перевод, перевод заказал Птолемей. Были такие, ну, в общем, потомки Александра Матидонского, там, это называлась империя, греческая империя, это все такое. И они заказали перевод Торы. Был такой Птолемей там. Он заказал перевод Торы, посадил 70 мудрецов, которые перевели Тору со святого языка, перевели на гречести. Называется перевод Септудианта. 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 Ну, какая разница? Все равно гречи как-то они произносили по-другому. То есть у них какие-то разные диалекты были. И дальше. Потом все переводы, это уже переводы с греческого идут. Поэтому любой перевод, он вызывает вопросы. Потому что перевести тот язык, которым Бог давал Тору, он настолько именно божественный. Да, это чистая математика. То есть это тот язык, 22 буквы еврейского алфавита, это код, которым Бог сотворял мир. И вот здесь дальше в девятом отрывке говорится, что все они, эти слова, они понятны для понимающего. То есть есть в них глубочайший уровень. Есть просто письменная Тора. А есть то, что скрыто там. В Ишарим, Лимуце и Даат. И они прямые для тех, кто нашел познание. В Идаат, Элутим, Тимца, это то, что мы учили, что ты познаешь, есть божественное Даат, восприятие мира с помощью божественного знания. И это уже знают единицы. То есть есть единицы, которые, изучив Тору, они переходят на другую ступень восприятия мира. Для них мир начинает открываться. Вот я себе взял сейчас как раз книжку. Есть книга такая, называется World Mask. Маска мира, да? Маска вселенной. То есть эта книга, вот она на английском есть, на иврите, я ее когда-то изучал. Что этот мир, это маска, которая скрывает более высотий мир. И те люди, которые разобрались, они понимают, что весь этот мир, это не просто какая-то погоня за какими-то вот этими вот иллюзорными рекламными образами, да? Они начинают понимать, что есть за этим миром, есть духовный мир. И, а духовный мир, это Бог. То есть этот мир, это маска Бога, представляете вообще, да? Который красиво он начинает. Он начинает с того, что он говорит, весь этот мир, это маска, которая с одной стороны скрывает Бога, но когда ты понимаешь, что за этой маской скрывается Бог, то получается, что эта маска его открывает. То есть ты можешь через мир постигнуть Бога, который непостижим. Это очень крутая идея. И это все в девятом отрывке, что эти слова, они становятся прямыми для тех, кто нашел божественное познание. Все, друзья, мы на сегодня заканчиваем урок. Прямо сегодня у нас получилось 30 минут вообще такой хард, хард, хард такой тяжелый, такой абстрактный. Я сам не люблю вот эту всю абстракцию. Я люблю, чтобы было понятно, там, что кушать, что не кушать. Мне про женщин нравилось, про всех уловки женские, прям вообще. Но, значит, как бы есть у Торы 70 лиц. И мы сейчас, видно, поднялись уже, так как мы восьмая глава, уже мы перешли на высокий уровень. То, значит, надо понимать, что есть и духовные уровни, все есть очень. Очень много в Торе есть абстракции. Я абстракцию не очень люблю, давайте попробуем сделать какие-то выводы. Что я понял из сегодняшнего урока, из двух отрывков, что все, когда читаешь, все понятно, значит, но есть еще два более глубоких уровня понимания, которые, чтобы в них войти, нужно просто на них сосредоточиться. Нужно понять, что они есть. И вот этот духовно-абстрактный мир, он, с одной стороны, может, он мне не интересен, потому что он абстрактный, но он не абстрактный, потому что материальный мир является следствием этого духовного. Поэтому все-таки туда стоит войти иногда. Сейчас как раз три дня у нас, три дня праздника, это Шаббат, потом Шавот, и потом второй день в Диаспоре, не в Израиле, удвоили праздник Шавот. Они сказали, что духовности, так как в Израиле больше, то там за один день тебя накрывают, и, ну, то есть ты уже за один день можешь этот тренинг пройти. А в Диаспоре, в Диаспоре нужно каждый праздник мудрецу удвоили, они говорят, за один день вас не зацепит. Два дня давайте каждый праздник, чтобы вы уже поняли, осознали и вникли. Поэтому здесь, я сейчас в Тиеве, два дня придется. Представляете, три дня подряд нельзя работать, нельзя звонить, нельзя телефоном пользоваться. Как это прекрасно, как это отлично, как это замечательно сейчас на три дня уйти в духовную реальность. Все, желаю вам получить Тору, дарование Торы, то есть, чтобы мы все получили Тору от Бога в подарок, чтобы мы хотели получить, и Бог нам дал Тору, открыл Тору, и вместе с Торой дал все благословения, которые есть в Торе. Чтобы все благословения, которые есть в Торе, были на нас, на портал Ваикра, и на всех хороших людей. Все, удачи, успехов, и с праздником! Ишебат шалам!